Добрый вечер, уважаемые любители волейбола! На телеканале Ямал прямая трансляция волейбольного матча 28-го тура Пари Суперлиги Чемпионата России Везнового Уренгоя, где во дворце спорта Звездный факел принимает Шахтер Солигорска Потому что могут и поменяться местами, а могут и укрепить свое положение К сожалению, в предыдущем туре все-таки удалось Динамо Ленинградской области заработать 1 очко Хороший прием Да, Данани хороший прием, Корнея Энс на двойном блоке и забивает Хотя казалось, что подача позволяла первый темп, но... Виталий на подаче, выбитый прием, передача в четвертую зону, двойной блок от факела Виталий сам в защите играет И Василий 4 по 4, но достает Шахтер Просто переброс Корнея Энс на двойном блоке По линии Да, замечательно, справляется В отличие от факела, если у нас ребята молодые, то в составе Шахтера в принципе за 30 Можно сказать, да, многие ветераны уже своего клуба и волейбола в целом С одной стороны это опыт, с другой стороны, возможно, функционалка другая уже, да? На подаче, Максим Богатко Хорошая подача, но и прием тоже хороший Алексей Ковальчук забивает 9-9 Отличный прием от Станислава Динейкина, Василий Капранов практически на одиночном блоке играет по линии Посерьезнее подачу подавать Хорошая подача Да, выбитый прием, диагональный Шахтера не справляется на двойном блоке, пытался обмануть связующий, но все-таки обманывает Андрей Марченко Интересно развитие событий, я даже немножко удивлен Минус 2 для Факела Динейкин на одиночном блоке, забивает Хорошо, 4 по 4? 4 по 5 Бил Ну да, практически в 4 метр Ну и Евгений Андреев тоже неплохо прыгает Снова Динейкин Пусть не до пола, но У нас прям какая-то перестрелка до игровщика сегодня Хороший силовый накат Да, но справляется Либера Шахтера Выбитый прием Корней сам По линии отлично Сравнивает счет 13-13 Интересно В какую зону он любит больше нападать? Вот в ходовое направление, либо в диагональное? Хороший накат, но все-таки принимает Шахтер Казалось бы, что не очень удобно, да, что должны закрыть, успеть, но Мяч был немного недоброшенный 15-15 Корней Энс Хорошо Забивает По диагонали Вот терридует получается, да, все-таки Линия, диагональ, линия, диагональ Ну, решил Василий все-таки сильно ударить В надежде на отскок в аут? Да Как бы блокирующие же не всегда могут Координировать движение своих рук на блоке Играет защите Шахтер на тройном блоке нападает Андрей Но играет блок-аут Если летит подача в площадку Если мало падать в аут, то, конечно, это даст очень много Ну да, это больше шансов того, что ты поставишь хороший блок Либо хорошо защищаешься и сам забьешь этот мяч Тренер Бекши сказал, это надо брать сразу Ну, накатывает Корней, выбитый прием Атака со второй зоны, тройной блок Но падает почему-то прямо перед Василием Капрановым мяч 24-21 Данани, отличный прием Виталий Дикарев на двойном блоке справляется Все-таки Виталий будет подавать силовую подачу Но не попадает в площадку Да, к сожалению Да, заканчивается первая партия В пользу Шахтера 1-0 в пользу Факева Хорошая подача получилась Ооо Вот это было красиво Да, согласен Трибуны должны взбодоражить ребят Хороший полный накат, но принимают на два плюса И Адошенко Павел Да, не добивает до пола И Василий Капранов без блока Выводит его Михаил Что я не могу не отмечить Красавчик Да Смягчает сетка Подачу И забивает Козицкий Иван Богатка Максим на подаче Хорошая подача Выбитый прием На тройном блоке Василий Капранов Данани хорошо в защите И снова Василий 4 по 4 Вот все-таки уже двойной блок И полегче справится с нападением Повторим Дали Михаилу заработать очко Но теперь уже так не произошло Андрей Марченко на двойном блоке Сам же играет в защите Диагональный Хорошая атака по линии Ну и мы отмечали, что Корнеенз Достаточно высоко снимает мяч То есть если мы говорим про невысокий блок То сложно будет Марченко Метр 80, да? Метр 80, да Которую никто не защищает Алексей Ковальчук на подаче Ох, хорошая атака Дэвид Фельд, да Ну и хороший прием Соответственно Забитый мяч Я думаю, что волейболисты Шахтера сами это прекрасно понимают Корнеенз 12-8 Передача во вторую зону Достает Евгений Андреев Отличная игра в защите нашего Либера Надо поднять Корнеенз Не получается попасть в площадку И по рукам блокирующих Может быть Столкнулись у него мысли в голове И то есть он думал Либо накатить Либо ударить Слышали мы сейчас Как На трибунах скандировали Беларусь, Беларусь Есть поддержка У гостей Я думаю, что И приехав на время Люди остаются здесь навсегда Как когда-то было со мной Хорошая подача Хороший прием И Марченко Андреев Снова Марченко Да, конечно Особенно, когда такой прием Блок-аут На своей половине играет Корнеенз И чувствует их И Станислав Деникин На двойном блоке Очень хотелось вот этого Для такой уверенности До пола добить Против тебя Снова в него И Василий справляется И будет Несильная подача была Но Корнеенз Закрывают одиночным блоком Было как-то более-менее По задней линии Там последние метры сыграть Отличный прием от Василия Станислав Деникин С 4 по 4 Излюбленное его направление И забивает Отличная подача Практически переходящий мяч И Василий На переходящем мяче Да и снова Казицкий Иван Справляется С блокированием Василия Хороший прием И сразу заигрывает Связующие своего Центрального нападающего Да Была возможность Для атаки первым темпом Да Хорошо себя сегодня Проявляет Казицкий Иван Но он хорошо справляется Со своей задачей И закрывает Марченко Андрея И заканчивается Да В нужный момент Это самое главное При том что Андрей в своей команде Был основным Забивающим Значит усвоили урок Усвоили слова тренера Корниенс На разорванном блоке Забивает Да 1-1 После проигранной партии Начинает Это казалось бы да Наоборот Ну да Наоборот Психологическое преимущество Должно было быть На стороне факела И снова Виталий Викарев Загружает своих Центральных нападающих Тем чаще Центральный блокирующий Соперник останется С ним на блоке И в краю То есть В углах Площадки Получается Хороший прием Не получается У Виталия Не поняли да Немножко друг друга К сожалению Нужно исправляться Корниенс На двойном блоке Девяточку попадает Прям Да Хорошая подача у Михаила Прям Затрудняет прием И дает возможность Нашей атаки И задняя линия Станислав Денекин Только хотел сказать Что почему-то сегодня Мы Еще не видели атак С задней линии По-моему да И вот Не попадает Василий Вот сейчас Надо было бы закрепиться Да Да На мой взгляд Первый судья Немножко странно Принял решение О том что он Не свистнул Вот Вот эту обработку Меча Можем посмотреть челлендж Нет Похожая ситуация Мне кажется Во второй партии Нам засчитали ошибку Да Один в один Андрей Марченко 180 сантиметров Закрывает Василия Капранова Практически Двухметрового роста Снова на Василия Но Василий Точин На приеме И Корниенс По линии забивает Будут понимать Что лучше выполнить Просто подачу То есть если не рисковать На подаче То это прямой путь Тренировать блок Ну да Корниенс На двойном блоке Со второй зоны Что в этом случае Хорошо Для факела Отличный прием И сразу Дэвид Фель Показывает нам О том как работает Центральное нападение У волейболистов Шахтера С набором очков Ух ты Неудачный подброс Да Данание Надо забивать И задняя линия Из Денейкин Ставит точку В этом розыгрыше 13-13 Равный счет Хорошая плотная подача И снова выбитый прием В очередной раз И Масько Артем Проталкивает мяч Между блокирующих Хорошая подача От Василия Капранова И заигрывает Своего центрального нападающего Апер Фель снова Первый темп Да Идет игра у него Сегодня При том что У факела 50% позитивного И 30% Отличного приема И это показывает В том что Во-первых Мастерство Нападающих Шахтера Может пасывать Выше сетки Но ставить блок Он не может То есть если бы По рукам Попавил нападающий То засчитала бы Ошибку факела Хорошая подача Не просто подает Будет просто переброс Фрибол для факела Довольно Занеслав Денейкин И задней линии Корнея Без блока Спокойно В котел Вот то Чего Так хотелось В пол прям Да И наконец-то Хоть какой-то Отрыв Больше одного очка Хороший накат Но Дананин доводит Отлично И сразу забивает Алексей Ковальчук Хороший прием Хорошее нападение Ну с тренером Даже больше времени Проводишь Поэтому он тебя Мишенька Все сделал Да Василий Капранов Помог ему в этом Ну что мы возвращаемся Так резко началась У нас третья партия Четвертая партия Прошу прощения Как интересно достает мяч По фрибольному Да Фрибол Для факела И Корнея На одиночном блоке Не успевает Немножко Дэвид Фюэль На блоке И отыгрывается Корней От его рук 32% позитивный 5% отличного То есть В разрезе С факелом Ну Никакое сравнение 58% позитивного И 16% отличного приема У волейболистов факела Михаил Вышников Снова в защите Пасует Василий Капранов На Станислава Денекина И Отлично По рукам В поле попадает Станислав Выполняет свой планер Возможность для атаки Первого темпа Не получилось затруднить Прием И Дикарев На одиночном блоке Забивает Дождем хорошей подачи От нашего связующего И снова выбитый Перею С трех метров Пасует То есть И вот о чем мы говорили Тем не менее Даже с неудобных передач Планер Есть доводка Да Хорошая доводка От Василия Капранова Не попадает Попадает площадку Атака Судя по повтору Пространство было Большое Неплохая подача От Алексея Артем Со второй зоны Немножко не согласовано Как-то И Василий рискует И очень неплохо С третьего метра Пасует С задней линии Марченко Не получается забить Но Блок Ну Ну Как-то вот принимает решение о том Что мяч был переходящий И сеточный Сейчас бы не стоит отпускать Да Масько, Артем Хорошая сильная подача Будет Корней Справляться с двойным блоком И справляется Молодец Очень хорошо Нападает Корней Неплохой прием Но Корней Играет Помогая своей команде В защите В задней линии Масько Артем Забивает Марченко Масько Артем Марченко сейчас На передней линии находится Задней линии Ответил тем же Да Михаил такой Пайп на пайп 12-13 Догоняет Факел Ах ты Вот сейчас Здорово Впервые по-моему Вот удалось Шахтеру Именно таким образом Принять Михаила Вышникова Подачу Андрей Марченко же выбрал У нас Василия как цель И Вадим сразу принимает Хорошо И попадает В площадку Корней Поставить блок Интересно И снова на Виталия Но сейчас он точен Смягчает сетка Подачу Виталия И забивает Козиц Иван Шахтер как-то Получше смотрится В этой партии И Андрей Марченко Выполняет подачу Своей хлесткой рукой Но справляется Станислав Динейкин И забивает Алексей Ковальчук Есть прием Есть первый темп И Мюцевич 12-24 Хорошая подача В четвертой зоне Будет атаковать Масько Артем Оставляет мяч в игре Не выключаться И Корней Энс На одиночном блоке Скидка Достает Дэвид Просто переброс Алексей Доволит мяч И закрывает Перебудем Мне кажется Михаил Да Немножко Как будто просто Корнею снова дать А сейчас исправляется Да Да И Корней Энс На одиночном блоке Не получается хорошо Скинуть прямо в площадку Станислав Динейкин На тройном блоке И не достает Артем Масько При том что Можно было спокойно Добежать до этого мяча Перед подачей Ну да Кто-то допустим Не выходит Зачастую За лицевую линию Пока не получит Мяч в руки Допустим Кто-то Определенное количество Мяч Разбьет мяч А пол Не самая сильная Подача сейчас И я думаю Что волейболисты Факела Должны сняться С этого мяча И Алексей Ковальчук Выполняет Да Отлично Не одного блока И девять ошибок Да Вот и результат Зачастую Пол для факела При том что планер Не самый сложный И Станислав Динейкин Нападает Но уже не блоком А своим нападением Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok